Судя по всему, понимая, что жанр оперативного совещания главы региона начинает постепенно увядать, дорогой Радифаритович решил в этот раз выкинуть непонятный фортель. В первые минуты оперативки в президиуме по левую руку от главы возник экс-премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рафаэль Ибрагимович Байдавлетов. Хабиров рассыпался комплиментами в адрес Байдавлетова, наградил его орденом Дружбы народов, утверждая, что только такого ордена нет в коллекции у Рафаэля Ибрагимовича Байдавлетов, в ответ сообщил, что ему лестно такая оценка его стараний, но беспокойство за то, что творится в мире, старика тоже не отпускает. На том, как говорится, и расстались. Ну, вообще, мало кто понял, зачем Рафаэль Байдавлетов прибыл в Республику Башкортостан из уютной Германии, а тем более, зачем Радифаритович притащил 80-летнего старика и встарожило башкирской власти на собрание команды Хэ. Есть у меня одно предположение, которое, возможно, объясняет вот эту странную выходку Хабирова. Может быть, дело в том, что Радифаритович хочет показать свою приверженность тому тренду, который неустанно задается Кремлем, а именно движению назад. Если это правда, тогда мы в скором времени увидим наверняка героев труда десятой пятилетки прямо на оперативном совещании правительства, а, возможно, и мастеров по производству самого лучшего в мире пломбира. Но это не точно. Далее последовал, как обычно, обзор увеселительных мероприятий, которые удалось посетить Радифаритовичу на прошлой неделе. Хабиров очень хвалил фестиваль «Купец-2.0», который прошел в городе Стрель-Тамаке. Так сильно хвалил, что перехвалил. Стало очевидно, что за проведением этого странного праздника, где люди соревновались в чистке обуви, разноске бумажных газет и хождению по канату, кроется что-то большее, чем стремление порадовать жителей Стрель-Тамака фольклорным праздником. А уж когда выяснилось, что Минтуризма и личный Рустем Авзалов палец о палец не ударили, чтобы подвезти на автобусах пенсионеров на фестиваль «Купец-2.0», Хабиров и вовсе взорвался и пообещал одномоментно уволить все руководство Минтуризма. Ну, правда, не сейчас, а когда-нибудь потом. Но, в конце концов, Хабиров потребовал некого разбора полетов. На самом деле, на мой взгляд, все просто. Этот фестиваль «Купец-2.0» был учрежден год назад, когда стало понятно, что активисты Куштау намерены ежегодно отмечать, как говорится, день позора Хабирова на горе. То самое Куштау-3.0, которое вот случилось буквально на днях. Но когда поручаешь дело важное верным, а не умным, ну, результат предсказуем. По сути, стихийный фестиваль без всякого бюджета собрал больше людей, чем праздник за довольно существенные бюджетные деньги. Праздник с салютом, с филармонией, с хождением по канату и очисткой обуви на скорость. Вот это, собственно, и взбесило Хабирова. Оттоптавшись на мягком пузике Авзалова, Хабиров постарался завершить свое пространное вступление на мажорной ноте. Он напомнил тем, кто безответственно забыл, что скоро нас ждут новые праздники. День республики в Санкт-Петербурге 26.08 и день рождения генерала Шеймуратова, который неожиданно начал отмечаться в республике Башкортостан, широко и обширно, с прошлого года, как наиболее значимая дата в сознании ради Хабирова. И вновь доклад от имени Минздрава республики делала родственница Хабирова, та самая двоеродная Гульнара. Тщательно подбирая слова и избегая злосчастного термина сифровизация, гражданка Зинурова рассказала родному главе региона, как все прекрасно и бесперебойно в здравоохранении. Заболело всего 17 человек ковидом, а сельчане рады каждой высокотехнологичной флюорографии, которой одарила их та самая Гульнара Зинурова. Куда делся из эфира оперативных совещаний не родной Хабирову, но де юра настоящий министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, остается загадкой. Из открытых источников, впрочем, известно то, что он уделяет массу времени борьбы с фейковыми аккаунтами под его собственным именем. Это единственное, что мы могли узнать за последние пару недель. Что случилось с Айратом Рахматуллиным, ну, будем, наверное, выяснять. После того, как на минувшей оперативке Хабиров назвал ситуацию в ЖКХ спокойной и ровной, Ирина Голованова, ну, это министр ЖКХ, если кто-то забыл, набрала побольше воздуха в легкие и отчиталась, что в Уфе за неделю было только три случая отключения ресурсов более чем на восемь часов. На улице Айской, на улице Комсомольской и улице Софьи Перовской. Еще было 22 случая, но поменьше восьми часов. Вот тут, извините, что-то не сходится. На прошлой неделе СМИ города насчитали, а Уфа-водоканал по телефону, кстати, подтвердил, что в городе было 70 аварий. Ну, 70, минус 3, минус 22, остается все равно 45. То есть госпожа Голованова утаила от наивного Радио Фаритовича 45 аварий. Нехорошо получилось. А далее на оперативном совещании случилось что-то странное. Никак не отреагировав на чудесный доклад госпожи Головановой, дорогой Радио Фаритович внезапно заговорил о том, что он забыл рассказать о своей воскресной поездке в город Кумертау. Но тут невидимая рука оборвала Хабирова и с полуслова пошел доклад Клебанова. У Чаллах так, Андрей Геннадьевич посетил, отрабатывал. И в Кумертау 70 лет. Очень хороший человек больше по сравнению с прошлым годом. Это, к сожалению, наводит на мысль о том, что оперативки теперь идут не совсем онлайн. С небольшим лагом, как в старые советские времена, когда режиссеры трансляции подстраховывались, чтобы можно было убрать что-нибудь совсем нехорошее из эфира. Ну, мы не знаем, что там случилось у Хабирова нехорошего в воспоминаниях о Кумертау. И жаль, потому что мы уже привыкли к этим совещаниям в стилистике провинциального дома культуры в день смотра местной самодеятельности. Включенный на полусловие Клебанов с печалью в голосе рассказал, что потерпел крах уже по всем трем показателям безопасности движения по башкирским дорогам. В частности, он сообщил, что случилось за неделю 80 ДТП, а это на 150 больше, чем в прошлом году в тот же период. Пострадало 95 человек, а это на 25 человек больше, чем в прошлом году в тот же период. И погибло 228 человек, что на 2 человека больше, чем в тот же период 2022 года. Собственно, это подтверждает тезис о том, что гражданин Клебанов находится явно не на своем месте. И ему в самый раз и по интересам подошла бы должность распорядителя маршрутов общественного транспорта, чем он, собственно, в основном-то и занимается, но, правда, в кресле министра транспорта и дорожного строительства. Ни слова мы не услышали от этого министра вновь о ремонте и разметке дорог, о том, что вчера должна была быть запущена в эксплуатацию Нагаевско-Зининская развязка, и много чего мы не услышали еще от господина Клебанова. Министр сельского хозяйства Фазрахманов ознакомил дорогого Радио Фаритовича и нас с вами с ходом уборочных работ. На данный момент, по утверждению Фазрахманова, убрано 54% площадей зерновых и намолочено примерно 2 миллиона тонн зерна, что, предположительно, дает суммарный урожай. В этом году чуть меньше 4 миллионов тонн. Напомню, что в прошлом году удалось собрать 5 миллионов тонн. Ну, или, по крайней мере, отчитаться о том, что их собрали. Средняя урожайность в докладе Фазрахманова в этот раз на этой оперативке немного подросла, до 20 центнеров с гектара. Видимо, Фазрахманов устудился сравнение с урожайностью в странах НАТО или даже в Китае. С неподдельной тревогой Фазрахманов начал подстилать соломку. Поведалось о неимоверном росте цены на топливо для аграриев. С 43 рублей за литр в июле до 58 рублей за литр в августе. Я делаю здесь оговорку, что я пересчитал данные Фазрахманова, потому что они у него были в тоннах, но в литрах оно как-то понятнее. По словам Фазрахманова, мудрое руководство экономикой страны обойдется аграрием Башкортостана примерно в 3 миллиарда рублей дополнительных расходов. Интересно, а наивные аграрии тоже верят в то, что подорожание топлива это исключительно злые козни некой биржи, на которой, к слову, реализуется не более 12% топлива в Российской Федерации. Хабиров, впрочем, никак не озаботился проблематикой башкирских хлеборобов и их грядущих убытков и потребовал прояснить ему срочно, а как обстоят дела с главной надеждой башкирского сельского хозяйства – колодно-бортевым пчеловодством. Министр Фазрахманов, уловив судьбоносность момента, забыл тему бедствия на уборке зерновых и порадовал Радия Фаритовича, чем смог. Уже 60 пчеловодов согласились стать производителями бортевого меда. Вовсю идет производство колод по древней технологии. Собрано уже аж 6 тонн бортевого меда и освоены 12 миллионов рублей субсидий. Хабирову в целом понравился доклад Фазрахманова о колодно-бортевом пчеловодстве, а то, понимаешь, взяли моду на цену бензина жаловаться. И опять выпустили на сцену Ирину Голованову. Видимо, ей потребовалось срочно загрузить мозг Радия Фаритовича красивыми цифрами, чтобы он перестал читать по утрам газеты о наводнениях в Уфе. Голованова решила с головой уйти в прошлое и дала ретроспективу своих неимоверных усилий, начиная со времен министра Беляева, ныне сидящего на жестких нарах в СИЗО. С помощью своего начальника, еще по Кумертау, кстати говоря, госпожа Голованова освоила на капремонтах домов и подъездов за 4 года аж 11,5 миллиардов рублей. В частности, она благоустроила 1120 дворов, отремонтировала 7413 подъездов и благоустроила 560 общественных территорий. А тот или иной вид капремонта, как выразилось Голованова, случился в 3389 домах. Вот этот вот новый термин, тот или иной вид капремонта, сразу резанул слух. То есть в сознании Головановой может быть такая вот ситуация, отремонтировали водопровод, а крыша подождет, или наоборот. И вот это уже капремонт в представлении Головановой. Это уже освоено и в статистику вписано. То есть уже пошел в ход тот или иной вид капремонта. Ну, забавно, согласитесь. Завершила Ирина Александровна свой доклад оптимистическими заверениями о том, что все работы ведутся по графику, и никаких, никаких рисков нет. Как говорил Штирлиц, готовясь врезать Холтов бутылкой по голове, запоминается только последняя фраза разговора. Рисков нет, дорогой Радьфоритович. Под занавес оперативного совещания заслушали доклад о состоянии рынка труда в Республике Башкортостан. Пожалуй, лучше всего суть доклада руководителя Гострудинспекции по Республике Юрия Михайловича Мельникова можно охарактеризовать бессмертной фразой из солдата Чонкина Владимира Войновича. «Дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо. Можно сказать, хорошо. Но с каждым годом все хуже и хуже». Конец цитаты. Юрий Михайлович почему-то сделал акцент на зловредных санкциях, которые постоянно загадочно влияют на рынок труда Республики Башкортостан, но при этом сообщил, что безработица в нашем регионе рекордно низкая, всего-то 2,3%, что сильно ниже, чем в среднем по Российской Федерации, а свободных вакансий в Республике аж 53 тысячи. Но рынок труда, вопреки чуткому руководству руководства, становится предательски дефицитным. Дослушав эту фантасмагорию до конца, Хабиров удрученно подтвердил катастрофическую нехватку кадров в Республике. Впрочем, предусмотрительно никак не связав эту нехватку с отправкой бесчисленных батальонов работоспособных специалистов в зону специальной военной операции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова